В России завершилось трехдневное голосование. Думские выборы проводились с 17 по 19 сентября. Накануне в 8 вечера закрылись все избирательные участки. О первых предварительных результатах и о ходе голосования в Ненецком автономном округе в следующем материале. Время 8 часов утра. На избирательном участке уже первые наринмарцы, которые решили проявить свою гражданскую позицию. Члены избирательных комиссий проделали большую работу по подготовке участков к выборам. Сейчас мы настраиваем КАИБы именно на нас участок, чтобы они распознавали информацию именно с нашего участка. На избирательных участках выставили ширмы для конфиденциальности голосования, установили камеры для наблюдения за порядком дистанционно. Особое внимание уделили тестированию комплексов обработки избирательных бюллетеней. Также работа КАИБов на всех 15 участках сопровождается операторами. У нас специально операторы обучались работать на КАИБ. Два члена комиссии обучались и они за этим процессом будут у нас все три дня ответственны. Голосование проходило в течение трех дней. В первый день работа всех участков началась в штатном режиме без происшествий. У нас своевременно открыты все избирательные участки, все 55 избирательных участков на территории Ненецкого автономного округа. В списке избирателей у нас включены 35 983 избирателей. Это с учетом проголосовавших досрочно на нефтяных промыслах. Голосование идет без происшествий, по плану. Избиратели подходят, вы видите. Поэтому участковые комиссии работают, наблюдатели тоже присутствуют во всех помещениях для голосования. И на протяжении трех дней на каждом избирательном участке процедуру голосования контролировали не только члены избирательной комиссии, но и наблюдатели от различных партий и кандидатов. Раньше был один день голосования, сейчас три дня голосования. Естественно, напряженность больше. Ну, в целом, что я могу отметить, уже прошло примерно где-то полтора часа, но пока нарушений не видно, я вот смотрю, вот тут, как говорится, порядок есть. Одним из первых свой гражданский долг на думских выборах исполнил губернатор Юрий Бездудный. Глава региона проголосовал на избирательном участке, расположенном в культурном центре Арктика. А вот спикер окружного собрания депутатов Александр Лутовинов на выборах депутатов Государственной Думы голосует вдали от дома, но на территории Ненецкого округа. На этот раз его избирательный участок находился в селе Нижняя Пёша. Председатель окружного собрания эти выборы встретил в рабочей поездке по населенным пунктам Заполярье. По телефону он рассказал, как проходит голосование в селах региона. Я сегодня был с утра на избирательном участке в селе Ома, и вот там до половины десятого проголосовало свыше 45 человек. В Нижней Пёше люди идут. Не надо забывать, что выборы продлятся три дня, поэтому здесь понимание есть. Кто-то работает, кто-то собирается вместе с детьми идти в воскресенье. Но здесь, я думаю, так, что понимание у жителей в целом присутствует, и я надеюсь, что они максимально используют свои права на выборах. Строго требовательно и ответственно характеризовал Александр Лутовинов организацию выборного процесса на селе. Все избирательные участки оснащены необходимым оборудованием, а сами выборы проходят с соблюдением мер безопасности, в том числе и эпидемиологической. Впрочем, то же самое можно сказать и про работу избирательных комиссий в городе. При входе обработка рук антисептиком, одноразовые маски, перчатки и индивидуальная шариковая ручка. В рядах первых проголосовавших и сенатор от Ненецкого округа Денис Гусев. Выборы в Государственную Думу – очень важное и знаковое событие. Мы выбираем перспективу развития на пять лет. Мы выбираем людей, которые должны отстаивать интересы жителей нашей страны, жителей округа. Избирательные участки все три дня, в которые проходит голосование с 17 по 19 сентября, работают в полную силу. С 8 утра и до 8 вечера. Жители Нарьинмара свою гражданскую позицию выражают достаточно активно. На некоторых участках явка почти 50%. Надо ходить, надо влиять. Каким способом? Это каждый решает сам. Ибо чем больше людей будет приходить на выборы, тем реальнее будут результаты наших выборов. Расскажи, пожалуйста, ваша задача на сегодняшний день голосовать на выборы? Да, конечно. Выборы – это очень важно. Выбирай сейчас, выбирай свое будущее. Успеть в последний вагон, но проголосовать. До закрытия избирательных участков – считанные минуты. А количество горожан, желающих зафиксировать свое воле и изъявление, в бюллетене не иссякает. Ночью работаю и проснулся только что недавно и пришел проголосовать. А почему считаете, что вообще нужно идти голосовать? Почему все-таки пришли? Ну, потому что если мы хотим задавать вопросы власти по решению каких-то наших вопросов, то мы должны на эту власть выбирать и ходить на выборы обязательно. Первый раз голосуете? А почему вообще решили бы идти проголосовать? Ну, я считаю, что это важно для участия в жизни страны и государства в целом. Сложно было выбрать, за кого проголосовать и вообще на что опирались, когда делали свой выбор? Ну, в целом нетрудно. Я изучил участников голосования и сделал свой выбор. Ну, а кто будет голосовать, если не мы? Кому-то надо будет идти все равно. Выбирать из кого-то надо будет. На 53-м избирательном участке на Ринмарце голосуют активно и без нарушений. Здесь зафиксирована почти 50-процентная явка. Выборы прошли спокойно, без всяких нарушений, без жалоб. Все тихо, мирно. Электронный голос Каибов сообщает, что до закрытия участка осталось меньше 10 минут. Момент «Х» на часах 8.00. Избиркомы закрыты для избирателей, но для членов избирательных комиссий начинается работа, подсчет голосов. И людям во многом помогают умные машины Каибы. А дальше дело техники члены избирательных комиссий гасят неиспользованные бюллетени. Все строго по правилам и под пристальными взглядами наблюдателей и камер. Каибы вскрывают и начинается подсчет. Данные участковых комиссий всего округа направляются в ЦИК. По итогам трёхдневного голосования в Ненецком округе, по предварительным данным, среди партий возглавляют тройку лидеров Коммунистическая партия Российской Федерации, набравшая почти 32% голосов. На втором месте «Единая Россия» 29,06% и замыкает ЛДПР с результатом 11,19%. Что касается выборов депутатов в Государственную Думу, то Ненецкий округ в новом созыве будет представлять Сергей Коткин. Он одержал победу, набрав 39,57% голосов избирателей. 35,73% у Михаила Райна. Третьим в этом списке идёт Андрей Смыченков – 6,85%. Ольга Русул, Василий Хатанзейский, Леонид Шишелов, Дмитрий Лукевич, Вадим Стасёк, Алексей Орлов, Телеканал «Север». Субтитры создавал DimaTorzok